Всем привет! Сегодня с историей от подписчицы. Сейчас мы историю зачитаем. Я буду где-то остановиться свои комментарии делать. В общем, придем к каким-то выводам. Я жду ваших комментариев также под видео. Может быть, что-то дельное посоветуйте автору письма. Добрый день, Галина! Хочу рассказать историю, которая закончилась сегодня. Нужно выговориться. И не до конца. Я верю, что меня хотели обмануть. Но все же, я даже не верю. Я выбрала думать, что произошло недоразумение из-за разницы в психологии и менталитете. Так мне легче. А также, возможно, моя история будет уроком не только мне, но и кому-то еще. Давайте по порядку. Я осенью летала отдыхать в Анталию. До того искала квартиру в Одноклассниках. Там и нашла Геохана Айдемира. Написала ему немного непринужденно. Мы общались с ним все лето. Я видела, что он красавчик. В подписках на него около 900 девушек есть. Но я и не думала о нем как о потенциальном парне. Еще он младше меня на 4 года, мне 39. Да и он нарцисс, это видно по фото. А я не хочу играть в такие игры. Прошло время моей поездки. Я ему заранее сказала, что приеду, когда приеду. Но накануне сказала ему, что секса у нас не будет. Он психанул, мы поругались. Я заблокировала его и забыла. После моего прилета на следующий день он написал. Выяснились наши отношения, извинились. А, он извинился. Мы встретились. Он сам из-за даны. Несколько лет работал в России. Хорошо говорит на русском. Гуляли, ездили везде. Мои чувства поднялись во мне. Была тяга и мое сердце раскрылось. Хотя он не многословен, по ушам не ездил. Но я чувствовала рядом личность, уверенный в себе. И он ко мне относился с уважением. Смотрел на меня, как на богиню. А я не могла насмотреться на него. Я ощущала, что он мой дом. А он сказал, что чувствует меня матерью своих детей. Он был спокоен, стабилен и умен. И глубомыслен. С ним было спокойно, тепло. И хотелось жить все вместе. С ним обретало смысл. Как глубинно вы говорите. Прям, короче. Любовь, морковь, все дела. Хотя у меня есть моя жизнь. Работа, квартира, круг друзей. Но нет главного. Я массажист. У него страница в Одноклассниках. Так, я не буду зачитывать название. Потому что это может быть сведением каких-то счетов. Это опубличивание. Ими так его уже назвали. Я не буду называть начало страницы. Но когда я приехала, увидела, что он ни разу не массажит смайлики. Как он писал, что это его хобби. Но он работает на стройке. И у них с семьей два небольших магазина в аренде. Офигенное хобби. Массаж у строителя. Он строитель, но хобби. Может быть, потому что 900 баб у него там в подписках есть. И это повод склеить какую-то девушку. О май гад. Вы что, это вообще серьезно? Вообще, что он добился в жизни всего сам? Что он все может? Я знаю, что его магазин работал круглосуточно летом. И он не спал ночами. Я видела, что он выматывался, уставший, в депрессии. Есть тюнингованная машина у него, Хонда. Он работяга. Работают в магазинах сами. Тетя, мама, брат и он. Так он и в магазине, и на стройке. И еще и массажист. Но все прям руки, короче, мастер. Что я могу сказать? Окей. Через несколько дней между нами произошла близость. Потом я уехала несколько дней в другой город. А позже планировала вернуться еще в другой. Но он сказал, поедешь туда или в Анталию. Я, конечно же, хотела к нему. Он нашел мне отель напротив своего магазина. Платила за отель я сама. Каждый день ходила в магазин к его родным. Чего же он не оплатил, если он всего добился? У него же Хонда тюнингованная есть. А еще он строитель, массажист. И магазины вон у них два с родственниками. Мог бы и оплатить его мотельчик, если что. Каждый день ходила в магазин к его родным. Один день не пришла, они стали беспокоиться. За кафе платил, когда он. Когда я была сама, он не успевал с работы. Тогда, конечно, платила я сама. Логично. Он не делал мне подарков, не давал денег. Но я и не нуждающаяся. Меня все устраивало. Хотя цветы и подарки я ждала. Меня все устраивает, но я ждала. Вы вообще, вот этот человек, который пишет письмо, вы не, вообще не фильтруете свои желания. Вы их вообще не слышите, не знаете. Желания, я хотела цветы и подарки. Я их даже дала. Да он их не дарил, но окей, я и не нуждаюсь. Так вы хотите или нет, определитесь. У вас внутри когнитивный диссонанс уже происходит. И у вас, соответственно, и каша такая в голове, и в эмоциях ваших. Поэтому вы сами не знаете, чего вы хотите. Или стесняетесь себе признаться в том, чего вы хотите. Но он и так меня возил везде. Мы с ним гуляли хорошо, проводили время. О, компенсацию себе нашли, окей. Мне весело, забавно учить турецкий язык. Я учила много турецких слов, всего лишь за две недели, проведенные с ним. Один вечер он вернулся поздно. Я была грустна. Он не отвечал на сообщения весь день. Я сказал ему, что думаю, что у него кто-то есть. Он сказал, что нет, что его телефон лежал в машине весь день. Какой бред. 21 век технологий. Кто-то типа оставил телефон в машине. Что у него, минуты нет пойти телефон свой взять? Ему что, никто не позвонит? Он же весь деловой такой занятой. Стройка, магазины, массаж. Кто-то да позвонит ему. Ну что за бред. Как в это можно верить? Я телефон в машине оставил. Реально, блин. Да что за... Это просто вышка. Ложь в уровне топ просто. Дети сейчас без телефонов не остаются до школьного возраста или без планшетов. Век гаджетов. Пенсионеры, которым мало кто позвонит. Или один раз в день звонит там внуки, там дети. И то без телефонов на улицу за хлеб не выходит. А он в машине оставил и как бы не вернулся и не взял свой телефон. Что? Окей. Сказал, что он подумал и хочет жениться, наверное, провести всю жизнь вместе. Это он вам после телефона, это сразу получается, сказал. Классно замаслил вашу претензию. Неадекватно как бы пытался вылезти из этого. Наврал, что телефон... И тут же вам перекрывают. А я вообще на тишинице хочу забыть про телефон. Следующим вечером его семья собралась в магазине. Были все перечисленные и его кузен. Они приготовили говядину с овощами. После ужина его тетя стала говорить. А Гюйхан переводил мне. Она спрашивала меня, хочу ли я замуж за него. Где бы я хотела жить. И знают ли родители о нем. И сказала, чтобы я поговорила с ними. Я растерялась. Я ответила не очень конкретно, уклончиво, но положительно. Короче, вы уже в начале письма об этом сказали. У меня есть все, но нет самого главного замужества. Вот вам этот факт нужен. И тут такое расположение. Его тетя спрашивает там вот про... Не он, заметьте, а подкат тете идет. Чистое разводилово вот это. Гоняйте, если мужику это все нужно, он сам об этом спрашивает. Тетю свою не закидывает, тут же не загоняет. Типа она тут у него что-то спрашивает. Он переводчик такой, типа третье лицо. Бред вообще. Еще я купила себе мужской кардиган. Просила его примерить. Ему он очень пошел. Говорю, может возьмешь, тебе идет. А он сказал, что не знает, не привык к такого стиля вещам. Вечером я его надела. А он, ой, это же моя кофта. Я говорю, да, твоя. С этого я поняла, что он, возможно, привыкший брать у женщин. И когда я уезжала, он забрал этот кардиган. Гордо померил при всей семье. Как надо. Как будто бы так и надо. Мне подарки не делают, но я жду. Но сама подарки дарю. Очень себя люблю и уважаю. Поэтому так и делаю. В день моего отъезда он сказал, что они купили третий магазин за 200 тысяч лир. Я спросила, почему так дешево. И просила его найти такие же магазины, чтобы убедиться, что они есть. На Сахибендеме я нашла 2 с лишним раза больше по цене. Но, как выяснилось позже, они не купили, а взяли в аренду магазин и выкупили просто товар в нем. Классно. Он врет на каждом шагу. И про вот это выкуп товара хочет примазаться, лучше выглядеть, чем есть на самом деле. Также по приезду он не писал мне сам. Отвечал мне через несколько часов. Я ощутила холодность. И он не звонил мне ни разу за неделю. Не слышала его голос. Логично. Кроме того, я спросила, зачем ему в одноклассницах страница массажиста, если он не массажист. Он сказал, что просто так. И что он на нее редко заходит. Ну, конечно, просто так болтается. Не для чего. И 900 девушек в подписчицах, женщин. Да так, просто болтаются. Я их не знаю. Если она тебе не нужна, удали ее там. Тем более, у него есть вторая именная страница. А он, не говори мне так. Я чувствовала, что имею право просить его об этом, так как он просил у меня знакомиться с мужчинами. Тогда я сказала, что восстановлю свои страницы на сайтах знакомств, но заходить туда тоже тогда не буду. А он ответил, ты что, мне угрожаешь? Я ответила, нет. Я даю тебе почувствовать, что ты мне даешь ощущать. Он такой, ну как хочешь. Классно. Я бы говорю, я страница тогда свою отместку тебе на сайте знакомств. Как сказать, восстанавливал. Он сказал, ну ладно, как хочешь. Окей. Еще один момент, который меня смущает. Когда я знакомлюсь с мужчиной, он стоит сказать маме, то все у нас расстается. И у нас все безвозвратно. Мама по-своему меня любит, но не хочет, чтобы я выходила замуж. Странная любовь у мамы. Типа все мужики козлы. Мамина плохая установка. Да и она успокаивается мыслью, что я одна и она одна. Поэтому она мне так и говорит. Я, конечно, не виню ее в этом случае, но лучше больше не буду ей говорить о том, что у меня происходит, пока не выйду замуж. Да не в маме дело, а в ее установках негативных, которые вы на себя тоже примерили, по ним живете. Через несколько дней он нашел 4 магазина за 700 тысяч лир. Это очень хорошая цена. Я спросила, почему так дешево. Он сказал, что работает там как поотрядчик и застройщик может отдать по такой же цене. Я задавала вопросы. Как далеко от моря? Сколько квадратов? Когда будет приемная стоимость, а приблизительная стоимость аренды? Он написал, что 10% нужно перевести уже сейчас. И тут меня сработали стопы. Я спросила, а каков будет порядок оформления документов? Он сказал, я перевожу деньги, фото паспорта, он оформляет на меня магазин. Он повторил, что нужно внести деньги сейчас. Интересно оформляет без вашей подписи. Круто. Я сказала, что хочу видеть, что я покупаю и сама оформлять документы. Он обвинил меня в недоверии. Я сказала, ты знаешь, что я умная женщина и зачем ты меня заставляешь сейчас делать глупости? Подумала, если он хочет обмануть меня, нужно его проверить. Я попросила внести 10% его денег. А остальные я, когда приеду, уже все внесу, и это все будет наше. Потом, через какое-то время он написал, что сам купил эти магазины, и что ему из-за меня стало стыдно. Я говорю, если проблема, то я могу их у тебя выкупить. А он сказал, что он теперь их будет продавать аж за полтора миллиона лир, и что это будет только его. Я сказала, молодец, заработаешь тогда. В общем, он сказал, что доверие для него важнее любви. И на этом у нас все. Через время я написала ему, что я не верю, что он хотел меня обмануть, что скучаю по нему. Молодец, сорвались. Умничка, привязанные на 100%. Можно вами крутить-вратеть, как хочется. Что я могу его любить, и что он мне нужен. Он мне опять, ты мне не веришь, мне не нужен человек, который мне не верит. Он ответил жестко. И как отрезал. В конце я сказала, что он разбил мне сердце. Он написал, окей, и пока. И заблокировал меня. Я его тоже. И удалила переписку. Классно, по деньгам не сошлись, и в итоге все заблокировали. Вся любовь, короче говоря, закончилась. Я не понимаю, что я делаю не так. Помогите разобраться. Что за цирк был с его родственниками? Не зарабатывают ли они на женщинах так, убеждая, что он почти их муж? Я уже не знаю, что думать. Но я оставлю возможность думать о людях и о нем хорошо. Иначе я сойду с ума. С одной стороны, он такой стабильный, вроде бы в достатке. Ему не нужны мои деньги. И все было у нас серьезно. С другой стороны, если это не обман, почему он не приступил это недоразумение и не пошел дальше в наших отношениях? Благодарю вас, Галечка. П.С. У меня нет угрызения совести за то, что я проявила недоверие. Это осторожность, а не доверие. И думаю, дело вовсе не во мне и не в нем. Он был по итогу жесток и не преклонен со мной, возможно, потому что в его сердце уже живет боль после какой-то любви. На фейсбуке я увидела много постов о боли, о любви. Короче, не вовремя мы встретились и, видно, не зацепила его. Вот такой опыт. Ну, так история закончена. И ваши вопросы, а что, да почему, да как? Ой, блин. Понимаете, в чем тут дело? Вам хочется замуж очень сильно. Сказали, у меня есть все, а самого главного у меня нет. Зачем вам это самое главное? Закрывать дыру в своем сердце? Мне нужен спутник, любовь, отношения, замужество, дети. Для чего? Ответьте себе на эти вопросы. Пока вы будете руководствоваться вот этим желанием найти кого-то, чтобы главное у меня было, вы смотрите не на человека, а на то, на вашу потребность, чтобы он мне давал вот это вот главное, как вы это называли таким словом. Был ли это обман на деньги? Не знаю. Никто это не узнает, только он может вам это сказать. Но то, что это не супер что-то серьезное, это 100%. Ну, такие вот банальные очень моменты, я на этом останавливалась. Вот чисто на наивняк реальные рассчитано. Этих историй вагоны, маленькая тележка и у меня на канале, и в интернете можете почитать. Вы далеко не первые. Дата просвечивается, конкретная схема развода, очень примитивная причем. Заходы с тетей, вот эта вот вся история. Он просто видит, на что вы хотите повестись, то вам и предлагалось. Вы для него были легкой, назовем так, жертвой, если так можно выразиться. Если мы берем, типа, все серьезное про отношения, ну, он бы не перестал вам звонить, не перестал бы там вам писать, сказать целую неделю, потом не звонил. Ему бы не было наплевать, он бы с вами общался. Вы видите, что он охладел, так что, а как про квартиры, не квартиры, пардон, про магазины, он быстренько нашелся, и он может через пару дней магазинов там вариантиков. Да, он хотел бабок срезать. Что за бред, присылай мне паспорт и деньги, я там оформлю. Что ты оформишь? Мои посписи там нигде нет. Зачем тебе вообще мой паспорт тогда? Ты просто отправи деньги на деревню бабушки, на самом деле, вы их никогда не увидите. Такая формальная, типа, видимость. Ну, пусть тогда бы, знаете, я расписку писал, что он у нас деньги получил. Вот это я бы поняла бы еще хоть что-то как-то. И нотариально бы что-то заверил эту расписку. Тогда был бы тогда разговор о пересылании денег и тому подобное. Не любил, сто процентов, потому что он слегка заблокировал, отказался от вас. Это не про любовь. Ну, возможно, не то, что вы его не зацепили. Или он не какое-то там неразбитое сердце. О чем вообще говорить? У чувака страница в Одноклассниках, где все иностранцы знают, в Однокласснике это чисто вот СНГшная наша социальная сеть. И там сидят конкретно знакомиться. Или уже, они уже про контакт давно знают, но все равно, короче, это один из первых таких сайтов, да, где можно познакомиться. Социальная сеть именно для иностранок. Курортники все там торчат. Уже давно лет 20, да, сколько лет вот этим Одноклассникам. У него есть страница массажиста. У него 900 баб в подписках. О какой серьезности вы вообще говорите? О каких отношениях здесь можно вообще рассуждать? Изначально было вот это. Вы что ждете? Чего-то незабываемого. Что это что? Он изменится? Он станет другим? Нет, конечно. Это было все понятно и предсказуемо с самого начала. Так что неудивительно. Просто еще хотел и бабок в конце подсрубить, срезать с вас. Слава богу, вы не додумались. Вы молодец. Не то, что недоверие. Здравый смысл это называется. Вообще, с какого перепуга мужику какие-то деньги на что-то отправлять? Он уже вот в мелочах. Телефон он на день забыл в машине. Я обалдею с этого. Такой бред. Короче, это долго можно разбирать и смаковать. Честно скажу, сходите к психологу. И дело не в маме, что она вам не хочет вас отпускать и говорит о том, что вот я одна и ты одна. Нам как бы с тобой хорошо никого не ищи. Здесь за этим очень другое, многое стоит. Сходите к психологу. Поймите вообще замуж-то хотите. А если хотите, то зачем? Вы этим замужеством и серьезными отношениями закрываете свою какую-то потребность. Очень часто эта потребность. Не хочу быть одинокой. Чувство одиночества компенсировать. И тогда не замужество вам надо, а поднимать самооценку. Себя любить, учить. Учиться себя любить. И тогда только замуж выходить или создавать серьезные отношения для брака. Потому что вы так закрываете просто дыру в своей самооценке человеком и партнером, который вам это принесет. А так оно не работает. И это до поры до времени. Вы закроете потребность, потом какие-то проблемы, моменты вылезут вам партнер. Короче, вот это будет развод, расставание или конфликты какие-то, компромиссы. Вам оно надо. Вы вступите сразу в здоровые, нормальные отношения. Подготовьтесь к ним просто. С собой займите, своим психологическим здоровьем. Во-первых, понимание своих желаний. Вы их вообще не слышите. Вы сами не знаете, чего вы хотите. Второе, ваших целей. Цель должна быть не выйти замуж, а цель должна быть стать счастливым человеком. То есть мне нужен процесс проживания, быть счастливым в гармоничных, нормальных, здоровых отношениях. Выйти замуж вообще не проблема на самом деле. Это очень легко. Но будьте в этом замужте счастливы. Вот в чем вопросик. В общем, там есть над чем работать и разбирать. Поймите, чего вы хотите, для чего вам это нужно. И надо цель ставить не выйти замуж, а быть счастливой. И не закрывать свою дыру в сердце. Одиночество. Все, что про я себя не люблю, я боюсь одиночества, не могу оставаться наедине с собой. Это все про самооценку, нелюбовь к себе. Очень часто люди закрывают партнерами. Когда их любят, им дают, им вкладывают в самооценку. То есть меня выбрали. Я не такой уж, значит, и плохой, приемлемый человек. Закрывают временно себе вот эту дыру нелюбви к себе. Можно остаться в браке. При таком раскладе так очень многие живут. Но будешь ли ты счастлива в этом браке, скорее всего, нет. Это всякие претензии между супругами. Они закрытие потребностей какое-то исполняют в таком браке. Скандалы часто, до разводов. Чем, короче, измены. Вот вся история из этого кроется. Потому что человек просто закрыт дыру свою одиночество, нелюбви, скорее всего, и так далее хотел. В общем, над этим подумайте, пожалуйста, о том, кто с чем-то таким сталкивается. Вам тоже повод поразмышлять на эту тему. Спасибо всем за комментарии к этому видео. Пожалуйста, их пишите. Можно просто написать комментарий в поддержку канала. Спасибо вам большое за это. Я в инфобоксе оставлю свою почту. Заходите, пишите, если вам нужна моя консультация психологическая. Или также на почту на эту. Но в теме письма напишите историю от анонима. Я опубликую вашу историю и дам вам публично в формате видео какие-то рекомендации или комментарии к вашему письму. Спасибо за внимание. Всем пока.